Всем привет! Видимо уже пора создавать и развивать рубрику новостей по ваниле. И сегодня очередная новость, которая заставила меня снять это видео, причем довольно быстро. Так вот, многие наверное слышали о проекте Феникс. Если нет, то в начале видео я дам краткий рассказ о том, что это был за проект, а потом уже расскажу о новости. А новость следующая. Феникс возвращается. Казалось бы, ну что, зачем уже, ведь так много разных серверов. Но нет, ребята решили попробовать еще раз. Ну, правда уже и не первый, и не второй. Но об этом собственно дальше. Поехали! Итак, многие из вас вероятно слышали о проекте Феникс. Феникс это ванильная пиратка, точнее группа пирата, которая была создана где-то в 11-12 году, если не ошибаюсь. Они были одними из первых, кто вообще запустил такой крупный проект по ваниле, и поэтому были довольно популярны. Что имелось тогда? Были три ванильных рилма. Первый Warsong с рейтами Х-12 на прокачку. Второй рилм Алякир с мгновенным 60-м. Ну и еще был рилм Emerald Dream с рейтами прокачки Х-1. Казалось бы, почему бы он был популярен, да? Х-12, кому это вообще интересно? Но на самом деле, тогда не было большого числа альтернатив, и конкуренция была довольно низкая. Поэтому Феникс вполне себе заслуженно завоевал тогда популярность. Да, еще у них был сервер по Burning Crusade Archangel с рейтами на Х-14. Что тоже, в общем-то, было довольно популярно в то время, и по Burning Crusade тоже не такая уж и была конкуренция. В общем-то, все было довольно неплохо, рилмы развивались. Понятно, что самый популярный был как раз Warsong. И после определенного времени народ стал расползаться. Им хотелось чего-то нового, стали появляться конкуренты, и админы всячески пытались удержать игроков. Например, они запустили Realm Area 52, также Burning Crusade с мгновенным 70-ым. Вот на нем я и играл какое-то время, пока онлайн совсем не стух. Честно говоря, там был дисбаланс фракций, там был херовый онлайн, ну и вообще, там было довольно-таки уныло. Впоследствии, ребята-админы запустили новый сервер по Burning Crusade фрешевой, закинули туда всех персонажей с ванильного Warsong'а, что игрокам, мягко говоря, не очень понравилось, ведь они там фармили ранг 14-ый, шмот, а тут они в Burning Crusade, где все это уже никому не нужно. А и народ постепенно расползался. Когда он начал расползаться, они запустили фреш-сервер по ваниле. Ну, скажем так, он не очень зашел, народу было довольно мало, и где-то год они сжевали сопли, пока не запустили еще один сервер по ваниле, куда закинули игроков с Burning Crusade, куда они их уже перебросили с Warsong'а. Надеюсь, вы меня поняли. Таким образом, они попытались реинкарнировать старых игроков, но у них не очень получилось, потому что большинство из них уже комфортно себя чувствовали на других проектах и как-то возвращаться особо не стремились. Вяло-вяло шла жизнь этого серва, где-то в 16-ом году они, по-моему, еще один фреш запустили, который тоже не очень зашел. А кончилось все, если не ошибаюсь, релмом по Лич Кингу. И фактически у них уже не было никаких других релмов, кроме Лич Кинга. Где-то в 17-ом году, во второй половине, Феникс совсем загнулся, потому что на Лич Кинге большой популярности не было. Да, он был неплох, но вот как раз по Личу в то время, вы сами наверняка знаете, уже было полно других проектов, ничуть не хуже. И вот тут, собственно, админы обосрались. В одночасье они закрыли сервер, вырубили сайт, ну и как бы все, обрубили все концы. А теперь вышла новость о том, что Феникс Вов возвращается, и причем уже через неделю. Через неделю они запускают новые проекты. Ну что ж, давайте посмотрим, что это будут за проекты. Ну, собственно, вот и давайте посмотрим, а что админы Феникса готовят нам в этот раз. Я вас не обманул, и сервер они уже запустят через неделю. 18 мая, 6 часов, GMT Plus 2. Соответственно, дальше мы видим трейлер. Посмотрел его, ничего особенного. Ну да, монтаж неплохой, ну да, озвучка уникальна. Ну, казалось бы, и все. Дальше они, собственно, пишут про свой проект. Ну и на этом, в общем-то, все. Дальше про видение. Говорят о том, что сразу будут Realme X12 и X14. Какие, чего, не совсем здесь понятно, но об этом чуть позже. Пытаются сыграть на ностальгии. Ну, посмотрим. И таймлайн. Здесь, на самом деле, вообще не очевидно. И мне кажется, они могли бы как-то попонятнее это разъяснить. Потому что ответы, what the fuck, я нашел уже на их форуме. Ну, поехали. Ну что ж, мы видим на этой линии времени. Мы понимаем, что в мае уже запускается ванильный сервер Warsong. И вместе с ним сразу открывается Molten Core и Onyxia. А вот Архангел не будет запущен. Ребят, будет только один сервер по ваниле с рейтами X12. Буквально через два месяца уже открывается BVL. И каждый следующий рейд через месяц. Таким образом, в октябре уже будет открыт Naxxramas. Ну, как бы, окей. А в ноябре запускается Burning Crusade. И тут надо пояснить. Только в ноябре этого года, 18-го, запустится Realm Archangel. Где, собственно, стартанет Burning Crusade контент. И персонажи с Warsong'а также будут или могут быть на него перенесены. Это написано вот на этом форуме. Поэтому, в принципе, если вы хотите играть в Burning Crusade, типа, можете ждать экспеншена в ноябре. То есть, выхода Burning Crusade на Архангеле. Но, в принципе, если вы начнете на Warsong'е, ничего страшного. Ваш персонаж перенесется в Burning Crusade. Но, с другой стороны, нахера? То есть, я не очень вижу в этом смысл. Получается, что на Warsong'е, в принципе, персонажи тоже могут остаться. И мне кажется, что, скорее всего, они оставят два релма. Да, Warsong и Архангел параллельно. Да, при этом на Архангел будет возможность своих персонажей с ванила перетянуть. И это действительно отличает данный проект от многих других. Но только я не уверен, что в лучшую сторону. Бонус за подписку. Вы получите мини-диабло. Я играю на Warsong'е, подписавшись до релиза. И Феникса на Архангеле. Ну, обосраться. Питомцы, я не знаю. Если на офе они меня не цепляют, я не знаю, на пиратки каким боком это сработает. Ну, это я лично. Может быть, вы фанаты. Сори. Собственно, всё, да? Не знаю, как всегда, вам решать, играть или нет. Но я вангую, что данный проект не взлетит. Феникс уже давно потерял свою аудиторию, своих преданных игроков и фанатов. Причин для этого было несколько. Как я говорил, это конкуренция на рынке и так далее. Но, что ещё важно. В какой-то момент Феникс обосрались с точки зрения коррупционной составляющей. То есть, это один из тех проектов, где были вскрыты некие данные о якобы коррупции администраторов. Как всегда, мы не можем 100% этому верить. В то же время, нельзя быть наивным и быть убеждённым, что ни на одной пиратке или на какой-то пиратке у вас не будут продавать голду на страну и прочее. То есть, ну, как бы, come on, люди делают деньги. Но на Фениксе реально это какой-то довольно-таки значительный онлайн серва сбросило. Надеюсь, вам была интересна эта новость. Пишите, что вы думаете обо всём этом. Ну и, собственно, ставьте лайк, если вам понравилось. А чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал. С вами был Киврус. Всего доброго.